Трудно представить себе сегодня массовые протесты без использования социальных сетей. Так что власти, в том числе и в Гонконге, в ответ глушат интернет и сотовую связь. Но мессенджеру FireChat интернет не нужен. Если обладатели смартфонов находятся на расстоянии до 70 метров друг от друга, они создают локальную сеть. На фоне волнений в Гонконге в день появляется до 100 тысяч новых аккаунтов FireChat. Говорит глава фирмы-разработчика OpenGarden. Мы хотим сохранить FireChat бесплатным для пользователя. Мы создаем дополнительное время для юзера. Это означает, что если ваш телефон не подключен к сети или к Wi-Fi, вы все равно можете соединиться с устройством, которое находится неподалеку. Со временем мы монетизируем услуги. Например, с рекламных объявлений или с приобретения чего-либо через это приложение мы будем получать свой процент. Приложение, одним из создателей которого стал выпускник МГУ Станислав Шолунов, было задумано для массовых мероприятий, когда сотовая связь работает плохо. FireChat появился в марте, и Гонконг стал для него своеобразным испытанием в полевых условиях.